Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу показать, как я храню свои материалы для скрафтбукинга. Те, кто занимается этой техникой, уже имеют свой опыт. У них есть кабинеты, которые распределяются в материалы, как им удобно. Я сегодня покажу, как я храню некоторые из моих материалов. Итак, я начну сегодня с этой папочки. Здесь у меня хранятся трафареты, маски, которые я использую в своих работах для декора, может быть, для картин даже акриловые картины. Для открытых, конечно, для альбомов. Иногда я работаю с текстурной пастой, иногда я работаю с чернилами дистресс. Я сделала, как видите, такие цветные подложки, чтобы было удобнее смотреть, выбирать, чтобы боли выделялась. Вот так у меня хранятся мои трафареты. Сейчас я покажу море моих ножей. Вот такая папка. Она уже в тяжелом состоянии таком. Накопилось слишком много ножей уже, но все-таки я пока еще новую папку не завожу. Я сделала вот такие файлы здесь и в них вложила магнитные листы. На магнитные листы уже я прикрепляю все мои ножи. Они хорошо держатся, но единственное, что, конечно, механизм в папке уже не работает. Все это из-за тяжести все вырвалось. Просто я так вот перелистываю и мне достаточно хорошо видно все мои ножи, которые мне необходимы. Я так вот я выбираю. Конечно, все время надо будет менять эти файлы, потому что они просто уже лукцы иногда. Ну, не важно. Мне очень удобно. Если кто-то захочет перенять такой опыт, пожалуйста, я просто рекомендую. Это очень удобно на магнитиках держать. Следующая у меня есть коробочка такая с коллекцией моих салфеточек, которые использовали для декупажа. Тут накопилось достаточно много интересных красивых экземпляров. Я когда-то обменивалась с девочками, делала карточки АТС и просто послали друг другу такие разные небольшие еще подарочки. Вот просто девочки, вы присылали, мне очень красивые, мне так нравятся. И иногда я что-то делаю, если декупажное, я выбираю и здесь вижу просто такие красивые салфеточки мои. Вот это все можно использовать для работы. Очень плотно, конечно, они уже лежат у меня здесь, но тоже не хочется пока у меня другую коробочку перекладывать. Пока что обойдусь здесь. Значит, теперь большая коробка. Это моя самая большая любимая коллекция. Это мои ленточки, мои тесемочки. Вот такая большая красивая коробка у меня есть. И я просто сейчас ее открою и покажу немного. Здесь я раскладываю лампочки под цветом. У нас есть такие кружева, различные ширины, различные текстуры. Вот такие. Что я делаю? Я беру просто полосочку и когда покупаю какой-то отрезочек ленточки, я накручиваю сюда и потом уже в пакетик кладу. Мне так довольно удобно получается. Вот такая моя любимая коробочка с моими ленточками. Теперь я покажу, как я храню папки для теснения. Здесь у меня есть вот такая небольшая коробочка. И здесь у меня достаточно много тоже палочек уже скопилось. Есть небольшого размера такие. Есть такие для закладочек, может быть. Ну и обычные, конечно. В некоторых коробочках прямо хранятся. В своих фирменных, которые я покупала. Есть большие размеры здесь и папки с большими размерами. И здесь же я храню уже сделанные готовые какие-то такие тесненные фрагменты, которые уже готовы для использования для открыточек и каких-то других работ. Это у меня папка, такая коробочка для папок для теснения. И совсем немного у меня, можно сказать, вот таких ленты, самоклеющиеся ленты тоже в коробке. Так, чтобы их было видно, я вот так их разложила. И есть большие, есть рулоны такие, есть маленькие, различные ширины. Есть также еще одна у меня коробочка. Сейчас я ее покажу. Это тоже ленты. Просто здесь все текстильные такие, с наклеющейся ленты. Более дорогие такие. Ну вот. Вот это у меня, значит, такие есть с наклеющейся ленты. Теперь следующее, что я хотела показать, это может быть коробочка со штампами. Тоже у многих скапливается достаточно много эти штампы. Кто как хранит, я не знаю. Некоторые, может быть, хранят их в шкафчиках, в ящичках, я не знаю. Но у меня вот такая коробочка. Значит, здесь уже различные штампы. Я храню их прямо в пакетах прозрачных. Мне удобно, я вижу. Выбирать, листать вот так мне очень удобно. Можно выбрать. Здесь также и резиновые штампы есть, и силиконовые. Все вместе вот так они у меня хранятся штампы. Ну и последнее, что я покажу в этом видео. Это, может быть, вот еще одна коробочка. Это у меня пудры для боссинга. Не скажу, что у меня их много. Есть золотые, есть серебряные, есть белоснежные для снега, серебристые. Это у меня пудра. Ну и в следующий раз я постараюсь показать, где у меня хранится бумага. Иначе здесь в конце. Мы ее плывем тормоточным, DOPP, ОБС, ОТР, ОБС, ОБС, ОТР, ОТР, ОТР здоровья. Продолжение следует...